Сегодня утром в городе Волчанске на не по сезону Первомайской улице под стенами дома номер один белый заказной пазик с 25 рабочими на борту неожиданно для всех резко ушел влево, цепанул по касательной корму первого встречного подорожника Рено, завалил дерево и окопался в зеленой растительности. Декорация такая. Утром после трехдневных троицко-российских микроканикул 25 рабочих из Карпинска ехали на заказном автобусе в Волчанск на работу. Наградообразующее предприятие Волчанский механический завод, который находится на Первомайской, 14. И поначалу все шло хорошо. Ну, в смысле, как всегда. По годами отработанной схеме. Заказной пазик доехал из Карпинска до Волчанска и уже даже закатился на Первомайскую улицу, по которой по прямой до завода оставалось несколько сот метров. Но в самом начале улицы с 60-летним рулевым пазика случилось непредвиденное. Он внезапно потерял сознание. Как следствие, автобус потерял управление, и паз покатился влево. По картинке с камеры наблюдения видно, как люто проперло людям во встречном болиде Рено. Если бы автобусник лишился чувств на секундочку пораньше, то неуправляемая, читай, не тормозящая торпеда влетела бы ровно в морду Рено. И неизвестно, чем бы это кончилось. Но сегодня утром Реноводу повезло. Автобус только лишь шорком зацепил кормушку реновации и уехал в придорожную растительность. При ударе от дерева здоровьем повредился только и без того не сильно-то здоровый рулевой. Причина потери его сознания выясняется. Ну а сам он с травмами различной степени тяжести угодил в клинику. Рабочие мехзавода в замесе не пострадали. И, думается, дошли до работы своим ходом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова